Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 52-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я вам хочу показать виджет, который позволяет делать вот такие анимированные бегущие цифры. Все очень гибко можно настроить. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, виджет я пока поместил на самый верх, чтобы вам продемонстрировать все настройки. У меня в виджете про анимацию, вы помните, наверное, не работали бегущие цифры. Так вот, тут на помощь придет другой виджет, который делает анимацию только для цифр. Первое поле – Start Number, то есть от какого числа стартовать, то есть бежать цифрам, да, вот анимированным. То есть можно с какого-то определенного числа сделать, чтобы бежали цифры. Ну, я оставляю с нуля. И конец цифр, то есть до какого значения бежать цифрам. Например, поставим 90. Дальше Speed и 1000 стоит, скорее всего миллисекунды. То есть как быстро бежать цифрам. Ну, это 1000 достаточно быстро, я поставлю 2000 миллисекунд. То есть изначально по умолчанию, вот он будет так и выглядеть, как здесь сейчас. Белая подложка, черные цифры и черный текст. Дальше, в этом поле вы можете написать что-то по-русски. В этом случае здесь у нас все работает. Вот вы сейчас видите, прямо здесь у нас в режиме редактирования все изменения происходят. Дальше, Border Size – это размер рамки. Хотите сделать больше, рамку толще, увеличивайте значение. Border Radius – это скругленные углы. Я не хочу, чтобы были скругленные углы, поэтому оставлю 0. Border Color, то есть цвет рамки. И я делаю свой. Border Style – также можно выбрать. Вот нижнее, это у нас будет такими точками. Или пунктиром. Вот сейчас, в реальном времени, вы это видите. Дальше, Background Color. Видно белый, то есть белая заливка нашего прямоугольника вот этого. Я назначаю свой цвет. Background Opacity стоит один, то есть прозрачности нет. Можно еще и задать прозрачность нашей заливки. Text Color – это цвет текста и цвет цифр. Я выбираю свой цвет. Дальше у нас идет фонд, то есть шрифты для нашего текста и цифр. Дальше, Number for Size. То есть размер наших цифр. То есть я поставлю побольше 100. И следующий параметр, Number Line, то есть это, короче, отступ от текста до цифр. Можно увеличить, поставим 100. Вот сейчас, в режиме реального времени, вы это видите. Дальше, Text Font Size. То есть размер самого текста. Видно, что у нас цифра большая, а текст маленький. Я увеличу до 50 размер текста. И, соответственно, нижнее поле – это отступ. Такой же отступ от верха, то есть от наших цифр. Отступ текста от цифр. Дальше, Number Bolt. Это придаст нашим цифрам жирность, если поставим здесь галочку. И последняя опция, Text Bolt. Также ставим галочку. Это придаст жирность самому тексту. Вот они все, в принципе, настроечки виджета. Можно также за ползуночки попробовать как-то увеличить или уменьшить область нашего бэкграунда. Вот таким образом, да? Ну и давайте посмотрим, что получается в браузере. А у нас получается все очень хорошо. Если вы хотите разместить несколько значений, вы можете продублировать аналогичным способом, как я уже много раз говорил. Сделать копии столько, сколько вам нужно. И изменить, конечно же, значение на свое у других копий. И у нас с вами все получается, все смотрится нормально. Вот такой вот интересный и полезный виджет. На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...